Я родом из роддома номер 7 в Краснооктябрьском районе города Волгограда. Я родился в 12 часов 32 минуты 16 секунд. Я поступил в Инженерно-строительный институт на факультет архитектуры и городостроительства. Защитил диплом и стал архитектором, но ни дня не работал в архитектуре. А вот я поэтому не работал в архитектуре, потому что между мной и архитектурой встал новый экспериментальный театр. И он преградил мне путь в архитектурное творчество, и я стал работать на этом. Тогда в город приехал удивительный человек, Атар Иванович Джангиш Рашвили, и у него было свое видение. Он решил расшевелить вот эту застоявшуюся среду и создал новый экспериментальный театр. Это было старое историческое здание, и оно нуждалось не только в актерах, но и в других, в новых интерьерах, в новых технологиях. До этого момента в Волгограде был драматический театр. Я не знаю причину конфликта и почему он был закрыт. Но, видимо, городу надо было что-то новое, что-то свежее, необычное. И в городе появился Атар Иванович. И мы работали, когда проходила реконструкция всего силового осветительного оборудования, сюда приезжала из Москвы команда великолепных специалистов из «Союз-Таймонтаж». И мы вместе с ними работали над всей инженерией сцены, над всей инженерией вот этого театра. Это было здорово, они делились многим, потому что их руками были сделаны площадки Большого Кремлевского дворца, МХАТа, очень многих театров по России, центральных театров. И вот они приезжали сюда и очень много рассказывали. Это был очень-очень незабываемый опыт. Поэтому в самом начале я стал работать как художник по свету, потому что в то время я уже увлекался театром, у меня была своя группа. И однажды Атар Иванович увидел наши маленькие спектакли, ему это очень понравилось. И он пригласил меня работать художником по свету. Ну а дальше пошло. То есть на меня свалилась постановочная часть, конструкции, сцены, осветительное оборудование и много-много другого. Когда Атар Иванович предложил поставить фонтан, он не предложил поставить фонтан. Он сказал, эх, если бы у нас был фонтан, и если бы влюбленные взлетали в небо, это было бы так красиво, это было бы так необычно, неожиданно и романтично. И этого было достаточно. Он говорил, что нигде в мире нету фонтана на сцене. Его не устраивали какие-то брызгалки. И он мечтал о такой водяной лаве, которая поднимает вверх влюбленных. И вот эта идея у него зародилась. Он ее высказал. Мы сели, подумали, пригласили интересных инженеров, гидравликов. Кто-то, я уже не помню кто, но кто-то нам считал всю гидравлическую часть. Затем мы зажгли инженеров на заводе имени Петрова, это нынешняя нефтемаш. И вот так как бы общими усилиями смастерили этот удивительный фонтан, очень красивый. От идеи до реализации месяца три. Потому что тогда не было времени долго что-то вынашивать, какие-то идеи. Все делалось очень стремительно. Очень стремительно. Даже те интерьеры, которые мы можем наблюдать в актерской части. Как Батар Иванович сказал, что они не должны освещаться ярко. Пришлось найти гильзы от снарядов и сделать светильники буквально ножовкой, руками. Вот они до сих пор там светят и никого не смущают. И все приходилось делать очень быстро. Мы в театре жили, наверное. Редко когда отсюда выходили. На самом деле это абсолютно несложно. Фонтан это просто насос, труба и форсунки, из которых льет вода. Вопрос в том, чтобы... Ведь он же состоит из трех колец. Чтобы можно было играть его размером, объемом, высотой. А остальное дело техники. Это очень простая задача техническая. Просто это не делалось никогда. Именно в театре не делалось. И все приходилось придумывать самим. И основная сложность была в том, не в том, как построить фонтан, а как сделать так, чтобы он был именно на сцене и не мешал действию. Вот это была техническая сложность. Такая же сложность стояла, допустим, с водопадом. Потому что пустить падающую воду очень легко. Но добиться ламинарного потока шириной 4-6 метров при высоте 6-9 метров это достаточно сложно. И мы этого добивались. Если есть фонтан, значит есть вода на сцене. Если есть вода, которая летит вверх, значит должна быть вода, которая летит снизу вниз. То есть если есть фонтан, то должен быть водопад. Конечно, когда первый раз видишь это, то захватывает дух. Ну, наверное, всегда, когда ты задумываешь какую-то утопическую идею, тебе удается это осуществить, то рот у тебя открывается от восторга. Это безусловно. А там же не все просто было. Ведь в то время не было такой автоматизации, как сейчас. И для того, чтобы фонтан разными кольцами плавно поднимался вверх, сначала включалось там крайнее кольцо, потом среднее, потом резко вылетал центральный фонтан, и все это превращалось в одну какую-то водяную глыбу. Там нужно было крутить задвижки. Вот это взаимодействие этих людей в то время в ручном режиме тоже удалось отточить. Это было здорово. Во-первых, у Атара Ивановича было видение своего собственного театра. Он его как-то себе представлял. Не всегда он мог это выразить словами, чтобы поставить задачу. И приходилось что-то додумывать. Но тем не менее, если вы войдете в зал, поднимите голову вверх, вы увидите два портала, световую ферму непосредственно над рампой, вот эти манипуляторы, на которых висят прожекторы. Вот это все мы делали. И было любопытно не столько технически решить эти вот идеи, чтобы прожектор там вытянуть или задвинуть, или еще что-то с ним сделать, сколько вписать эту, ну так скажем, технологическую эстетику вот в этот классический зал. И на мой взгляд, в общем-то, одно другому не противоречит. Да, были коллизии. Например, в Ромео Джульетте есть сцена, когда молодежь гуляет у бассейна. И потом все купаются. И главный герой подпрыгивает и прыгает в бассейн в какой-то эйфории. А в этом бассейне находится вода. И вода должна быть комфортной температуры. Но однажды горячую воду включили, а холодную забыли. Ну, забыли просто перемешать. И таким образом бассейн наполнился кипятком. Дальше вы можете себе представить, что произошло с актером, когда он туда прыгнул. Так быстро люди из воды не вылетают. Я ездил с Неттом на фестиваль в Керри, в Италию. Да, и мы показывали самоубийцу на итальянском языке. Это было поразительно. Потому что актеры репетировали пьесу на итальянском языке под руководством переводчика. И они зазубривали текст. Имитировали интонацию. Но ни черта не понимали и не знали итальянского языка. То есть только вот в рамках пьесы. Но когда Нетт отыграл в Керри самоубийцу на итальянском языке, где сидела публика, в норковых мантов, в шикарных шубах, очень представительная публика была. И они хохотали так, что эти шубы спускали, стекали на пол. И все забывали. А потом устроитель фестиваля пригласил театр в ресторан. И когда уставшие актеры сели за столы, он выскочил, встал на колени и говорит. Впервые за всю свою жизнь я услышал красивую, чистую, литературную итальянскую речь. Субтитры создавал DimaTorzok